16 мая 1881 года впервые в истории отправился по маршруту пассажирский трамвай. Произошло это в Берлине. Население его тогда составляло более миллиона человек, поэтому трамвай практически сразу стал пользоваться популярностью. Первую пассажирскую трамвайную линию решил построить глава электрической компании, инженер Вейнер фон Сименс. Это позволило заменить транспорт на конной тяге. Новый электролокомотив двигался со скоростью 31 км в час и только за первые три месяца перевез более 12 тысяч пассажиров. 16 мая 1924 года вышел в свет первый номер журнала, который советские дети буквально зачитывали до дыр — «Мурзилка». Предназначался он для дошколят и младших школьников и долгое время оставался самым популярным детским литературно-художественным изданием. «Мурзилкой» поначалу был рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина, мальчика Петьку. В 1937 году на обложке журнала появился новый персонаж — пушистая бояшка в красном берете и шарфе. И, конечно, не обошлось без элемента советской пропаганды, ведь основная задача журнала — коммунистическое воспитание детей в духе патриотизма, товарищества и уважения к труду. В этот день в 1938 году родился известнейший артист цирка Мстислав Запашный. Про таких, как он, принято говорить «Дитя арены». Родоначальником династии Запашных был дед Мстислава, клоун Мильтон. Мама-артистка была акробаткой, отец жонглировал гирями. На арену маленький Мстислав и его брат Вальтер вышли только в 1946 и сразу покорили публику. Со стороны казалось, что старший брат жонглирует младшим. За свою творческую жизнь Мстислав Запашный перепробовал разные жанры. Выступал как акробат, воздушный гимнаст, клоун, дрессировщик лошадей, экзотических животных и хищников. Он также разрабатывал смешанные жанры, например, акробаты на лошадях, а в 1977 году даже объединил в одном номере «Слона и тигра». Сейчас дела отца продолжают его дети. 16 мая 1953 года родился ирландский и американский актер-продюсер Пирс Броснан. Его прославила роль Джеймса Бонда в четырех частях этого кинобестселлера и роль в триллере «Призрак». В 1996 он стал совладельцем киностудии «Айриш Дримтайм» и сам же снялся в первом проекте студии в фильме «Афера Томаса Крауна». Трудно представить, но когда-то агент 007, будучи юношей, прислуживал в романо-католической церкви. А с недавних времен он является послом ЮНИСЕФ, поддерживает природоохранные проекты и часть своих доходов отдает на благотворительность. Бонд. Джеймс Бонд.